Ну что ж, ребятки, всем привет, с вами Кирилл, вы на моем канале, и в этом ролике я вам хочу показать работу автоугонщика на максимальном скилле. То есть мы будем контрактировать именно большие, не какие вы привыкли выйти на стриме, а именно будем брать 30-е скиллы, там 36-е, 50-е там и так далее. То есть я вам покажу, сколько можно заработать, какие там машины и так далее. Я это видео записывал больше недели, поэтому максимально надеюсь на вас поддержку, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5-го уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам в свою очередь хочу пожелать приятного просмотра, приятного аппетита, желательно здесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребята, я уже приехал, сейчас будем брать заказик, будем выполнять угоночку. Я возьму 24-й, это улика получается, с него мы по идее можем больше всего заработать. Все, забираем контракты, 230 тысяч, и сейчас поедем, будем в принципе его выполнять. Я серьезно вам говорю то, что с 36-го скилла начинается просто полная жопа. Я еще 24-й не взламывал, но там мне кажется полегче будет. С 36-го по 50-й реально это просто жопа. Премиальное авто, грузовики у нас с 31-го по 35-й, британские и немецкие машины с 21-го по 30-й, ну и с по 11-го по 20-го у нас канадские и американские автомобили. Мой скилл это 17-й, который я лично вкачал, мне выдали 50-й. Ну чем выше скилл, тем сложнее взламывать автомобиль, я думаю вы должны это понимать. Хотя заработок толком вроде бы не отличается, но сейчас мы это в принципе посмотрим и проверим. Можно еще как бы взламывать багажники, это тоже очень большой плюс, потому что с багажником могут выпасть всякие приколы там, одежда, самокаты и так далее. Так, машина у нас находится в Арзамасе, главное чтобы ее не с коммуниздили, потому что ну, есть ребята, которые в ДПС работают и специально ездят, ищут машины с угонов и специально их короче забирают. Поэтому сейчас быстренько едем за отмычками и едем искать наш автомобиль, который нам нужно угнать. Так, покупаем короче отмычки, у меня блокипка, мне хорошо то, что я могу купить очень много штук, то есть до 8 штук я могу с собой носить. Если у меня был бы еще там кейсик улучшен, то можно было бы конечно и побольше носить. 4 штучки еще положим в багажник, короче, и я думаю будет нормально. Я даже не знаю как вам объяснить, как машину взламывать, никто это не может объяснить, там надо именно чувствовать. Х5, ты-дэ, мой маленький, ты-дэ. Так, ну давайте пробовать, я не знаю, блядь, я честно очкою даже взламывать, потому что ну, блядь, это сложно, это реально будет сложно. Так, что, пробуем. Раз есть. Два есть. Три есть. Четыре есть. Пять есть. Шесть есть. Фух, да ты шо, ё-моё, вот это я дал жару, нахуй. Не, ну, намного проще, если честно, чем с 36 скила, реально намного проще. Тут оно, знаете, движется медленно, так аккуратненько, плавненько, а вот на 36 скиле, точнее от 36 скила, я вам покажу, но вы просто прибалдеете. Там начинается просто жопа. Быстренько взломали, вообще спокойно, без каких-либо проблем. Х5 у нас просто ФТшный, сейчас поедем, заберем улику изначально, потому что с улики нам дадут дополнительные бабки. Для тех, кстати, кто не понимает, получается, вот здесь есть у нас вот такой вот персонажик, у которого вы можете узнать, где находится улика. И потом, как бы, ну, поехать, забрать там пакетик, такой мешочек, точнее, вот, 63-й дом у меня получается, пишем с HGPS. 63-й домик, домик, а не особняк. Вот, 63-й домик, где у нас находится, он находится у нас в Горелии. Так, вот наш дом, получается, где-то здесь должна быть улика. Такой мешочек, ебать, что-то я его не вижу, может он в соседнем доме. Он не обязательно должен быть возле дома, который вам указан, может быть где-то рядом, короче. А вот он, короче, все подбираем. Здесь у нас предметы, типа, как получается с ограбы домов, такие же, типа, предметы. Так, вот мы, получается, приехали, теперь подаем наши предметы. Коробка с деньгами, 128 тысяч, туда-сюда, уже 200 тысяч есть. То есть, в принципе, кстати, неплохо, 250 тысяч мы заработали, но это все тоже зависит от курса, потому что курс, каждый пейдей, как бы, меняется. То есть, предметы, каждый пейдей стоит по-разному, дешевле, там, дороже и так далее. Все, теперь мы лушим машину, берем бомбу и, как бы, едем в отстойник. В принципе, вот и все. Вот и вся суть, как бы, этого угона. То есть, есть обычный автоугон, где вам просто нужно взломать машину, привезти ее в отстойник. Здесь, получается, место, где нужно просто поставить бомбу и отвезти в отстойник. И есть улика, где можно, как бы, взять улику, с нее еще заработать и, в принципе, так же само поставить бомбу и отвезти машину в отстойник. То есть, аптечки, дрейнеры, им комплекты, материалы, одежда. То есть, самое ценное, что здесь может выпасть, это одежда. То есть, может выпасть какая-то редкая одежда, которая стоит будет, допустим, там, 10 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов. Кто его знает, как бы, может попасться любая одежда, по факту. Я не знаю, как это работает. Вот, допустим, пацанчик с нашего сервака, это Коннер, привет тебе. Он выбивал хазбика, допустим, с угонов. С багажника доставал хазбика. На другом серваке, не помню на каком, выбивали там скин, по-моему, за 50 миллионов. То есть, ну, тут, как бы, ты не знаешь, повезет тебе или нет. То есть, вот, у меня здесь выпали материалы, там, аптечки, ремка. То есть, ну, бывает, просто шлак падает. Бывает, что-то нормальное. То есть, так, нам сейчас желательно еще починить машину. Чем ниже у вас, как получается, целостность машины, тем меньше вам заплатят. То есть, поэтому, понимаете, как сдавать машину, лучше ее почините, короче. Лям 385. Ну, в принципе, неплохо. То есть, надбавка за скилл 127 тысяч, надбавка за тип контракта 1 миллион. Так, ну шо, ребятки, давайте берем следующий контракт. Я вам покажу сейчас, наверное, 50-й скилл. Ну, попробуем, как бы, ну, я уверен, что я ее не взломаю, но давайте, допустим, попробуем. Окей, все, берем контракт. Я готов даже проебать те же самые 200 тысяч, как бы, ну. Я просто уверен в том, что я ее не взломаю. То есть, это Unreal. Так, ну шо, все, наша машинка, это Aorus. Бля, ну, мусора приедут по-любому, поэтому я сейчас попробую, но просто вам показать. Для примера. Я уверен в том, что я ее не взломаю, я на это не буду тратить время, просто вам покажу. То есть, ну, здесь, на самом деле, ну, пиздец. Оно работает совсем по-другому, оно сильно чувствительное, короче. Ну, как бы, это возможно сделать, но очень сложно. Завести машину на таком скиле еще сложнее, чем ее взломать. Поэтому берем благополучно, просто пишем, отменить контракт. Сейчас вы на своих экранах видите момент на стриме, как я все-таки смог взломать машину. Я сам от себя этого не ожидал. Да, было где-то попыток, наверное, 15. Но, я своими силами смог все-таки взломать машину. Это был, по-моему, 46 или 43 скилл, елик 4х4. Ну, и также я сделал откат, как я почти завел машину. Там буквально не хватил один квадратик. Я вам скажу так, то, что завести машину намного сложнее, чем ее взломать. То есть, завести это прям вообще жопа, потому что там нужно точно попадать в квадратик. Это, конечно, можно там научиться, ставить тайминг. Я уже немножко там научился, уже почти завел, но, к сожалению, у меня не получилось. Я потом еще пробовал, и все-таки завести у меня не получилось. Я просто в итоге отменил контракт. Да, фуры, конечно, нету, но давайте хотя бы возьмем улику. Так, ну что, вон наш Мерседесик, я вижу. Вон он стоит, прекрасный, бля, банан. Ты молодой пацан, и ты покупаешь себе банан черного цвета. 20 века. Наконец-то, блядь, аллилуйя. Ну, бля, видите, последний не мог довести до конца. Ну, сейчас все получилось, ебать. Так, заводим. Там какие-то маленькие скиллы остались. Я взял, в принципе, самый большой, который там был. Поэтому мы сейчас ее на паркинг просто поставим. На самокате доеду, заберу М5-ю. И мы поедем уже там за уликой. И потом вернемся за этим Мерседесом просто, и все. Там обычненько раз-раз-раз, ебать. В М5-ю прыгаем и полетели. Так, ну что, ребятки, получается, улику я сдал. Я не стал это показывать, в принципе. Весь процесс вам понятен, как бы. Это то же самое, что было, в принципе, с Х5-ым. Так, ну что, мы уже подъезжаем. Не забываем починить машину. Это очень важная темка. Потому что, ну, вы можете, если не почините машину, если у вас там будет 50%, допустим, то вы намного меньше получите денег. Поэтому, реально, перед тем, как сдавать машину, почините лучше ее. Ну, для вам 200. Штраф за плохую скрытность. Это за то, что я плохо взломал. Видите, штраф за состояние транспорта. 25 тысяч. То есть, если у нас была бы машинка по целе, штраф был бы, наверное, меньше. Ну что ж, ребятки, наступил, получается, не следующий день, а прошло уже несколько дней. Потому что я никак не могу поймать просто фуру. Были там КамАЗы, разные всякие приколы. Но именно фуры там, как Магнум, Вольво, ничего такого нету. Поэтому, как бы, я зашел уже. Прошло пару дней. И сейчас, я надеюсь, что нам попадется фура. Через 2 минуты уже будут контракты. Лабуди, плабудай. Дайте мне контрактик охуенный, по-братски. Я хочу, хочу я спиздить фуру. Фуру-фуру, хочу спиздить я. Так, 24-й, 38-й. Обратно нихрена просто нету. Mercedes-Benz AMG GTR. Ну, давайте хотя бы его спиздим. Потому что, блядь, нема фур. Просто нету фур. Я не могу найти фуры, блядь. Фуры у нас спамятся с 31-го скилла по 35-й. Но эти контракты спамятся очень редко просто. Ну, я не знаю, ну, блядь, нету смысла по факту этот контракт делать. Потому что я уже вам показывал подобные. Ну, давайте, ладно, попробуем. Не знаю, ставлю это в видео или нет. Вот ты, маленькая моя рыбка. Полублатики, ебать, охуня, нахуй. Так, ну что, поехали. Ладно сейчас не обосраться. А я уже обосрался. Ну, долбоеб, хулись, меня взять, ебать. Обратно, нахуй, проебался, заебись. Блядь, я сейчас все отмычки въебу на эту машину. Слава тебе богу, блядь, наконец-то. Я не знаю, сколько я отмычек проебал. Есть у меня отмычки, чтобы машину завести? Пиздец, 8 отмычек проебал, чтобы просто открыть машину. Так, ставим бимбу. Это ж у нас, по-моему, не улика, это просто месть. Ну, не знаю, есть ли смысл взломать багажник. Сейчас посмотрим, куда она нас поведет. Ну, скорее всего, наверное, в этого. Ну, что ж, ребята, получается, то уже не знаю, какой день, когда я запишу это видео. Уже 22 число, записывай, я начал 14 числа, короче. И сейчас я хочу показать вам какую-то новую фишечку, потому что я об этом не знал. С помощью мультитула можно завести, как бы, машину. Блядь, как вовремя пиздец вообще. Короче, ребята, оказывается, с помощью мультитула можно завести автомобиль на любом скиле. Только, допустим, на маленьких скилах в этом нет смысла, потому что, ну, мультитул, я не знаю, сколько стоит, там, 50 тысяч, либо 100 тысяч, либо 150 тысяч. Все, облачено, мы открываем. Мультитул у меня, да, есть вот один. Мультитул, давайте нажимаем его, ну, тут можно информацию прочитать, и нажимаем его использовать. Теперь, в 20 раз уже активировано, использование доступно. Короче, чтобы вам использовать мультитул, вам нужно взломать машину с первого раза, потому что, ну, я взломал ее не с первого раза, но, как бы, вы понимаете, то, что открыть машину с первого раза на 50-ом скеле, это будет очень сложно. Ну, короче, ладно, давайте заведем ее, как обычно. Это у нас 30-ый скил, если что. Я так фуру до сих пор и не словил, я уже и на стримах пытался ловить. И захожу каждое утро, и не могу просто словить фуру. Ну, знаете, теперь то, что с помощью мультитула можно, как бы, завести машину, но это в том случае, если вы ее откроете с первого раза. Ну, видите ли, на мне написало то, что система безопасности, типа, нарушена, вы не можете использовать мультитул. Нормально, да, я спустился вообще? Заебись. Машина, пацаны, не бита, не крашена, ну, вообще. ДТП не была. Сейчас посмотрим, есть тут что-то или нету. Ну, скорее всего, наверное, нету. Хотя это 30-ый скилл. Блин, сделали бы хотя бы, чем выше скилл, тем лучше, как бы, ну, лут хотя бы в багажнике. Но я не знаю, как-то, ну, надо все равно систему угона машины дорабатывать, потому что, ну, как бы, по заработку между максимальным скиллом, допустим, и, там, десятым скиллом толком разницы, как бы, и нет. Так, не забываем подчиниться, перед тем, как машинку сдавать, потому что это очень важная темка. Так, надбавка за тип контракта, надбавка за скилл. Ну, короче, такой себе. Ну, что ж, ребятки, что я вам по итогу могу сказать по поводу этой работы на максимальном скилле? Я считаю то, что это немножко неоправданно, потому что, чтобы научиться взламывать именно сразу идеально, это надо реально постараться. Я уверен в том, что никто из вас не сможет с первого раза завести машину, открыть ее с первого раза. То есть, ну, это очень сложно, но с первого раза это сделать невозможно. Со второго, с третьего раза окей. И сам риск, он неоправдан, потому что вы что на 10-ом скилле зарабатываете так же, что на 50-ом скилле зарабатываете так же. Очень большой риск. Да, вы скажете, там, надо учиться взламывать, заводить. Возможно, возможно, но сделайте заработок побольше, чтобы вы зарабатывали, допустим, этот контракт не, там, миллион, не лям-двести, там, лям-четыреста, а, допустим, два-три миллиона. И тогда это реально будет очень круто. И по поводу багажников, тоже непонятно эта система, как бы, как оно там работает, каким образом вообще, как оно там падает, не падает, какие машины нужно взламывать и нужно, это тоже непонятно. В любом случае, напишите свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете, как бы, пробовали вы взламывать машину или нет на больших скиллах. У кого там прокаченные скиллы, напишите свое мнение в комментариях, что вы по этому поводу думаете. На этом я с вами буду заканчивать. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok